Мойвы в следующем году не будет. Делегация мурманских рыбаков вернулась из Норвегии. Там во время заседания смешанной русско-норвежской комиссии по рыболовству утвердили объемы вылова на 2019 год. Денис Прокопенко подробнее. Квоты на следующий год рыбаков не радуют. Общий допустимый вылов сократили по нескольким видам. Трески, например, ловить можно будет на 6% меньше. Для России это чуть более 316 тысяч тонн. И это еще можно считать победой. Международный совет по исследованию моря рекомендовал сократить вылов на 13%. Также на 15% сократится общий допустимый вылов пикши. Для России он составит 76 тысяч тонн. Эти цифры, они прогнозируемые и предложения первоначальных ученых были гораздо большим снижением. То есть, в принципе, на этой комиссии было принято решение, что сделать квоту побольше. Квота палтуса осталась такая же, как и в 2018 году. 27 тысяч общий допустимый вылов. По остальным объектам практически ничего не изменилось. 27 тысяч тонн по палтусу – это общая квота. Российская доля в ней – 12,2 тысячи тонн. То есть, чуть меньше половины. Снижение общего допустимого вылова на некоторые виды рыб неминуемо ударит по карману рыбопромышленников за счет простоя судов. И если с необходимостью урезать квоты на пикшу предприятия согласны, то вот по треске возникают вопросы. По треске, ну, здесь устойчивое мнение рыбаков, что в свое время, когда запас, ну, достаточно стремительно рос, то мы остановились, у нас самый лучший был результат – это общий допустимый улов – 1 миллион тонн. И, ну, сейчас общее мнение, что надо было делать не миллион, а там миллион четыреста, где-то вот так, миллион триста, миллион четыреста. И сейчас, сползая вниз, мы, опять-таки, получается, мы с миллиона сползаем, а могли бы с миллиона четыреста, ну, более пологая, скажем так, была кривая. Еще одна неприятная тема, прозвучавшая на заседании комиссии по рубаловству – новый мораторий на вылов мойвы. В следующем году ловить ее не будут вообще. Мойва в естественной среде обитания идет в пищу тюленям, китам и той же треске. А год промысла, по мнению научных кругов, сильно снизил ее популяцию. Совместные исследования были приведены учеными статистика исследований, значит, исследования были проведены в полном объеме по этому объекту. И, в общем, совместное решение российских и норвежских ученых о том, что запас, ну, предельно низок, нерестующийся мойвы. И поэтому промысел на 19-й и, возможно, на 20-й год на мойву будет закрыт. Вот. Это, конечно, печально, поскольку рассчитывали на то, что запас достаточно устойчивый. Ну, вот, во всяком случае, в 19-м году мы его пропустим. Но есть и хорошие новости. Российская квота на вылов морского окуня в 2019 году составила 13,5 тысяч тонн. И это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, ловить окуня наши рыбаки смогут как в открытой части Норвежского моря, так и в экономической зоне Норвегии и в районе архипелага Шпицберген. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова